Более двух тысяч дипломатов, экспертов, политиков и общественных деятелей приехали накануне в МГИМО, чтобы принять участие в уникальной платформе для широкого международного диалога. В 13-м конвенте Российской ассоциации международных исследований, мероприятие, на котором обсуждается тема, влияющая на наше с вами будущее, а именно устойчивое развитие, изменение климата и то, как и куда пойдет человечество. Так, открывая конвент, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что устойчивое развитие можно назвать религией 21 века. Его значимость сравнима со значимостью таких категорий, как демократия, права человека и рыночная экономика. Внутри этого комплекса совершенно отчетливо сформировалось некое сердцевина, некий костяк. То, что, пожалуй, на сегодня является самым острым, самым жестким, самым главным. Я имею в виду ту часть устойчивого развития, которая связана с климатом и с декарбонизацией. Не хочу повторяться, уверен, что все присутствующие прекрасно владеют вопросом. Но здесь, мне кажется, тоже правильно как-то не расплываться в теории, а просто сформулировать суть дела. Суть дела проста. Человечество приняло для себя решение о том, что климатический риск в 21 веке – это риск номер один. Он выше, чем все остальные риски, с которыми долгие годы работала в том числе внешняя политика, включая нераспространение розового маршрута поражения, включая терроризм и целый ряд других. Вызов климатический оценен сегодня всеми ключевыми международными организациями, начиная с Организации Объединенных Наций, абсолютно большинством стран мира. Проще говоря, принципы устойчивого развития – это экологическая, социальная и управленческая ответственность государств, бизнеса и каждого из нас. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы и строит новое будущее. Для того, чтобы рассказать, как новое будущее строится в Азербайджане, прибыла делегация во главе с заместителем председателя Мили Меджлиса парламента страны Адилем Алиевым. Алиев рассказал о том, как Азербайджанская республика переходит в новую эру, как технологии применяются в восстановлении освобожденного после оккупации Карабаха. Приоритетными направлениями в развитии страны являются диверсификация экономики, создание достойных рабочих мест, постоянное улучшение доступа и качества инфраструктуры, образование, здравоохранение и социальных услуг. В соответствии с указом президента Азербайджанской республики от 6 октября 2016 года был создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию Азербайджанской республики, объединяющий высших должностных лиц, министерств и ведомств, постоянный секретарят и тематические рабочие группы в составе уполномоченных представителей государственных учреждений по четырем направлениям. Первый – экономический рост, второй – социальные вопросы, третий – экологические вопросы, четвертый – мониторинг и оценка. Нам предстоит широкомасштабная работа по восстановлению природы и социально-экономического состояния освобожденных территорий. Адиль Алиев отметил активное развитие зеленой энергетики в стране. Большой вклад в озеленение республики сегодня вносит лично руководитель общественного объединения ИДЭА, вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. Вы знаете, что Лейла Алиева, вице-президент фонда Гейдара Алиева, она руководит очень многими организациями, которые поддерживают всякие, как сказать, проекты, которые осуществляются на государстве, гуманитарные проекты, которые осуществляются. Лейла Алиева в Азербайджане очень любит, она очень любимая, как бы деятель, деятель, как бы и искусство, она помогает и искусству, и по сфере экологии, поддержке там социальных вопросов. Но у нее очень много проектов, которые осуществляются в Азербайджане, очень много проектов. Вместе с Министерством экологических ресурсов она проводит там очень много мероприятий, рассажением саженцев, восстановлением водных ресурсов, там рыб, там деревья сажают. Территорию, в общем, полностью восстанавливают. Да, восстанавливают. В восстановлении территории ее очень много выкладывают. Эксперты высказывались о том, что необходимо сделать, чтобы ускоренный переход к низкоуглеродной экономике не привел к нежелательным эффектам. Таким, например, как безработица, сокращение государственных расходов на образование и здравоохранение, к снижению адаптационного потенциала государств к климатическим изменениям. При этом, дискутируя, все единогласно сошлись во мнении, борьба с климатическими рисками не должна вестись вопреки другим важным векторам развития мирового сообщества. Именно на это и нацелена работа конвента, который продлится в МГИМО до 16 октября.